Так, ну всем здравствуйте. Опять авария. Автобус догнал. Вот красивый автобус, да? Догнал на Светоморе. Гололёд, короче, в Питере. 15 градусов мороза, всё обледенело. Гололёд. Едем на погрузку, повезём холодильники на Москву. Санкт-Петербург, Москва. Утром пришёл и никак не мог тронуться. Как тронуться. Погрузка в 9 часов утра, сейчас еду в 10 часов. Но мне ещё ехать, но погрузки ещё 30 километров. Кто-то до меня поставил на машине на прицепе фитинг пластмассовый. А мороз был или что-то, чёрт его знает, короче. Утром стал заводиться, ну, завёл. И воздух. Шипит-шипит, не могу найти нигде. А мы лазил-лазил, еле-еле-еле, потом нашёл кое-как. Утечка большая. Сначала-то шипело, когда его рубануло фитинг. А потом воздух упал, давления практически нету. И как бы это... Потом, ну, нашёл, заменил этот фитинг. От мороза или как, лопнул, короче, один конец и вылетел. Ну, и вот из-за этого немножко как бы и опаздываю сейчас на погрузку. Но логист сказал, что всё нормально, ехай, грузись. Вот сейчас еду. Но так как время уже потеряно, везде пробки. Сейчас вот по московскому иду шушары, да, кольцевой. По Платке нам здесь запрещено ездить. Так бы, если бы как бы было разрешено, я бы сейчас по Платке нырнул, и уже давно бы там был. Но приходится толкать здесь пробку. Почему-то сказали, что вот этот последний конец, здесь там километров 10, что ли, остаётся. Один съезд, и потом всё, это последний съезд. Он очень дорогой. Так что съезжайте здесь вот в Яму-Жоре, можно сказать. И по московскому дальше ездить. Вот мы там не ездим. А так, в принципе, буду снимать, что интересное, расскажу, покажу. На заводе, наверное, снимать не буду, потому что там фирма серьёзная. Ну, может, сниму, не знаю, посмотрим, короче. Как-то я снимал, там, ничего вроде. Получится, сниму. Гружусь холодильниками на Москву. Вот склад такой. Тут, короче, оборудование Симонс. Не тот холодильник, но ещё. Жарочные печи, чё тут пока нету. И вот такая вот погрузка. Так что, как-то так. Ого. Так что, как-то так. Симонс. Продолжение следует... Продолжение следует... Как выезд и заезд не был тут спроектированный, чтобы заезжать, выезжать нормально. Так все и осталось. А те, по-моему, развязки, они как бы никакого отношения практически не имеют. Только бабла ломили в них, а толку от них нет. Вот едем, время 9.30 в Москве. Пробища на въезд. Уже, наверное, километров 5 едем, больше, наверное, уже. Еще, чтобы до конца, еще 5 километров, чтобы на МКАД выскочить. Вот такая петрушка. Вот с двух сторон мы идем, оттуда идут. Это все сейчас в один поток срывается. И там вот этот вот мост. И считайте, что правые два ряда практически за это забиты. Ну, и из-за этого как бы никакого движения нету. Так что как-то так. Вот такие вот пироги с котятами. Вот такая потла получается. По МКАДу идем. Короче, от М-10. И не знаю, так, ну-то, короче, километров 20-30 пробища. Ее баллы. Пробища. Где-то еще авария тут. Вся Москва погрязла в пробках. Ты не поедешь, я по дублеру. Поедем по нормальной дороге. Давно не ездил. Тут какой-то еще дублер прилепили. С этой стороны. Мы поедем по основной дороге. Так, ну что, доехали мы до выгрузки. На выгрузки снимать нельзя было. Даже не то, что там снимать. Спички даже нельзя приносить. Не дай бог спалить. И там сюда-сюда же сумочки. Там все-все. С собой только паспорт и все. Остальное все оставляешь в машине. Так что я там ничего не снимал. Короче, как бы, да и там снимать-то нечего было. Там быстренько выгрузили и все. Так что рейс считают, что завершенный. Проехали вроде как бы удачно. Ну, начинается сейчас снежок. Ночью был мороз до 30 градусов. Сейчас как бы, ну, где-то минус 10-12. Но пошел уже снег. Синоптики обещали. Так что спасибо за внимание, кто смотрит. Всего доброго. Еще увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok